Привет! Меня зовут Шэдди Мэн и я точно знаю, что ты обожаешь Майнкрафт и сериалы. Так не ленись и подпишись на мой канал прямо сейчас, чтобы не пропустить ни одного нового выпуска. Ведь для тебя подписаться на канал это всего лишь 2 секунды времени. И конечно же не забудь поставить свой царский лайк. Подписался? Моё тебе уважение. Приятного просмотра. Ну наконец-то я уже добрался до базы. Меня не было совсем немного времени, а я уже так соскучился. Так, сейчас я загоню машину в ангар и тогда можно будет отнести все эти гранаты на склад. Потому что просто так их оставлять ни в коем случае нельзя. Нужно обязательно их положить в надёжное место. Ну и конечно я наверное потом поднимусь к Аяксу, хочу ему всё лично доложить, что операция выполнена. Да и вообще наверное уже ребята, да ребят уже давно мы и вернулись, Тимофеич Редовой Резнов. Хотя скорее всего они сейчас уже все спать легли, потому что всё-таки каждая вылазка она очень выматывает. А иногда случается так, что вылазка и того занимает более суток по времени. И тогда человек действительно устает. Так, значит гранатки у меня лежат вот в этом рюкзаке, всё верно? Да, отлично, всё на месте. Тогда ангар я пока закрываю. Как там интересно Вулфе, чем он всё это время занимался, интересно. Так, вот он склад, кстати на складе я не помню, чтобы у нас были гранаты, так что у нас сейчас будет их достаточно много после такой отличной вылазки. Я наверное их положу куда-нибудь вот сюда. И в рюкзаке, хотя нет, я наверное всё-таки из рюкзака гранаты вытащу. Как-никак рюкзак всё-таки мой и он мне ещё может сегодня наверное понадобиться. Отлично, что ж, так, закрываю. Всё надёжно, вот такая вот двойная дверь, за неё никто не пройдёт. И зомбак уж и подавно. У него точно этого не хватит сил, да и мозгов не хватит, чтобы всё это сделать. Так, Аякс, я надеюсь, что Аякс сейчас на месте. Так, где-то он уже... Хотя, вроде как я сколько помню, он всегда сидел в своём кабинете. Так, ладно. А, Аякс... Ой, я попозже тогда зайду, я хотел сказать то, что я гранаты уже все доставил. Я попозже зайду. Нет-нет, Шиди, стой, подожди. А мы тут как раз тебя ждём. Проходи, садись, тут надо ещё одно дело обсудить. А, есть так точно, что произошло? Слушай, Шиди, у нас вот данный человек говорит то, что недалеко вот, вернее к югу от Агропрома есть склад, называется Росток. Так вот, он говорит то, что в один день прогуливался, у него собака прямо на ту территорию забежала. Открой, пожалуйста, свою карту, я тебе сейчас попытаюсь показать, где это. А, вот, синий точка тебе отметил, видишь? А, да, товарищ Аякс. А почему этот господин не разговаривает? Он не мой, как говорит. Вернее, не то, что говорит, он мне всё это на листочке написал. Так вот, собака, по его сведениям, находится именно вот на этой синей точке. Однако нашим солдатам известно то, что эта местность знаменита своей радиоактивной активностью. Так что, если ты согласишься туда отправиться, то тебе нужно будет сменить свою военную одежду на более защищённую. Угу, так, сейчас я маршрут только посмотрю, где это находится. Просто у меня у самого собака есть, и если бы у меня пёс попал в такую ситуацию, я бы за ним отправился. Но это, если честно, не так уж и близко, я бы сказал. Наша группа, если что, будет с тобой на подхвате. Ладно, я подумаю. Я подумаю, но я, скорее всего, приму соглашение, потому что... Потому что, может быть, там какие-нибудь боеприпасы будут интересны, и... Может быть, что-нибудь получится найти ещё, но... Если честно, я вам скажу то, что найти вашу собаку очень малые шансы. Хотя, с другой стороны, возможно, животные лучше приспособлены к радиации, и... Я попробую. Я попробую это сделать. Ну, вот и отлично. Найдёшь собаку, и нам этот господин предоставит информацию о рейдерах и их местоположении. Он говорит то, что засёк тут один лагерь неподалёку. Ладно, Шэдди, спасибо тебе большое. Тогда, если что, связывайся с нами обязательно. Мы будем держать всё под контролем. А я тут ещё пока буду вести беседу с этим господином. Да, Якс. Всё, понял. Удачи вам. Так. Блин, если честно, мне... Мне так не хочется никуда ехать, потому что... Я не знаю, я только что с вылазки, но... Я согласился только потому, что... Если бы у меня вот действительно Вулфи попался в такую ситуацию, он в такую ситуацию попадал. Я ради него готов просто на всё хоть куда отправиться. Вот только из-за этого. Только из-за этого. Если бы там собаки не было бы, я бы никуда не отправился. Вот серьёзно. Только из-за моей любви к животным. Надеюсь, то, что эта любовь к животным меня в итоге не погубит ещё. Так. Надо, значит, одежду поменять. Вулфи, я дома. Эй, ты где? Вулфи. Ух ты, ты чего на мою кровать-то залез? Ты чего? Спал, что ли? Ну, извини, если тебя разбудило вдруг. Слушай, меня сейчас опять отправляют на задание. В общем, там собака у одного человека пропала. Но ты сам понимаешь. Помнишь, ты как-то раз тоже потерялся. И я за тобой сразу же помчался. Я думаю то, что... Я должен помочь этому человеку. Он сам точно не справится. Но если что, за мной все следят. Как бы... Так сказать, меня не потеряют. Так что по поводу меня не волнуйся. А вот еды... Еды я тебе сейчас оставлю. Слушай, ты уже столько не ел. На, вот, держи тебе курочку. На, вот. Слушай, я тебе вот здесь вот оставлю. Ты обязательно только поешь, ладно? Ты уже так долго не ел. А то... В обморок еще упадешь. Ну все, Вулфи, давай тогда пока. Я скоро вернусь. Не скучай, Тимофеич. Если что, они все уже приехали. Они к тебе в гости заглянут. Все, Вулфи, давай. А я поехал. Попробую найти этого песика. Так. Нужно опять машину выгонять. Но ничего страшного. Сейчас я это сделаю. Так. Ну я, в принципе, уже подъезжаю. Тут где-то недалеко должен быть этот... Росток. Ведь он как-то так называется. Интересно, конечно, название. Так. Вон он уже виднеется. Так. Куда бы мне машину только здесь поставить? Не знаю пока. Потому что леса тут нет, как на том заводе. А это значит то, что ее будет отовсюду видно. Так. Стоп. Что это такое там? Да ладно. Там весь проход завалило деревом. Если честно, такое чувство, как будто бы это люди. Все сделали. Потому что я не верю в то, что... Черт, зомбак. Ух ты, их там много. Я не верю в то, что люди могли... Ой, вернее, то, что дерево могло от ветра вот так вот ровно между забором прикрепиться. Так, ладно. Я, пожалуй, объеду. Попробую найти какой-нибудь, может быть, другой въезд. В этот... В этот склад. Так. Мне кажется, он тут точно должен быть. Справа какие-то вообще зараженные земли. Что это такое, интересно? Ой. Ничего себе, даже так зомби слышно. Животные тут бегают. Ладно, хотя бы еще вот эти коровы и... Ой. Еще слева... Ой, зомби с пистолетом стоит. Хорошо то, что коровы и свиньи еще не превратились в зомби и не начинают нападать. Так. Вот здесь, пожалуй, машину сейчас оставлю прям... У этой остановочки. Мне кажется, самое то место, если что. Можно будет отбежать и... Чувствовать себя в безопасности здесь. Так. Интересное место, однако. Так. Сейчас я таблички прочитаю. Росток. Так. А в той стороне агропром. Да. Все верно. Получается, этот росток находится к югу от агропрома. Так. Уже вижу зомби, но пока что не вижу ни... Опа. Пока что не вижу никаких следов от... Собаки. Хорошо, что я свои боеприпасы пополнил перед тем, как сюда идти. Так. Ничего себе зомби, как же они меня чуют-то далеко. Так. Нужно обязательно с них тоже взять вот эти вот все... Ой. Фух, я уж думал, заметил меня или куда он идет. Так. Пока что не видят. Вот так вот. Отлично. Еще одного зомби снял. А сколько же их там, интересно, на территории вообще находится. Так. Сейчас я попробую отсюда подойти. Так. Что у них здесь? Каска даже. Ботинки. Ну что, у меня эти ботинки, я надеюсь, не понадобятся. Так. Я сначала, наверное, залезу на эту вышку и посмотрю с вышки, как это все вообще дело у меня обстоит. Так. Хм. Опа. Еще зомбак увидел меня. Так. Ну, ничего. Так. Я тебя сразу тогда отстрелю, так ты еще там и с пистолетиком идешь, да? Вот так вот. Поваляйся пока что в нокауте. Так. Ну, вход там один. Ладно. Попробуй тогда отсюда. Вернее, оттуда. Как-нибудь забраться. Я заодно и рацию достал. Пускай у меня сразу будет на подхвате. А то мало ли что может вообще произойти. Так. Угу. Но, по крайней мере, здесь хотя бы зомби уже нет. И это меня очень и очень сильно радует. Хотя, внутри, наверное, их будет уж намного больше. Ну, ничего. Посмотрим. Эй, песик! Блин, я даже не спросил, как его зовут. Кстати. Это очень странно. Ведь действительно, ни Аякс, ни этот, так скажем, молодой человек, не упомянул, как зовут его собаку. Чёрт, а может быть, это вообще всё подстава? Ух ты! Блин, как я тебя не заметил. Ты напугал. Сердце в пятки ушло. Может быть, это действительно вообще всё подстава какая-нибудь? Он специально меня сюда заманил, а сейчас что-нибудь придумает там. Хотя, с другой стороны, зачем ему это надо вообще? Тем более, он пообещал нам ценные сведения, если у меня получится достать его пёсика. Так. Ого, машину вижу посередине. А может быть, собака учуяла какую-то добычу и побежала к машине, она где-то внутри сидит? Кстати, надо бы ещё и вот этот грузовик проверить. У него, правда, с колёсами не всё в порядке, но мало ли что. Так. Ну-ка. Нет, походу. Нет, бесполезно. Либо аккумулятор сел, либо совсем бензина. Нет, что-то из двух. Да ещё и колёс к тому же нет. Так, ладно, я попробую сейчас как-нибудь, наверное, поглубже пройти в этот склад. Так. Чёрт зомби меня уже стрелять собирается. Но нет. Я, если что, на подхвате. Так. Так, тут какие-то конвейеры, тут явно есть какое-то производство. Ммм, странно. Когда я был на заводе, там были рейдеры, вот эти вот конвейеры, они тоже все работали. И в данный момент они тоже функционируют. Не значит ли это то, что где-то здесь сейчас готовится какая-то облава. Ай, не знаю, не знаю. Не нравится мне всё это. Мне это не нравится. Так. Ещё один зомбак идёт. Так. Ну-ка. Есть, отлично. Отработал. Так, здесь у нас что? Так. Патроны 9 мм. Патроны для пистолета, либо... Опа, для пистолета-пулемёта. А это как раз-таки пистолет, и он мне, если что, как раз-таки не помешает. Но я им пока что пользоваться не буду. У меня и свой пистолетик есть, если что. Так. Нужно вон до той машины добраться, потому что, если честно, она у меня больше всего вопросов вызывает. Потому что машина стоит посередине ангара, и у неё, я смотрю, колёса на месте. И... Так, ну давай, подходи сюда. И колёса на месте, да ещё и внешне она выглядит очень-очень даже неплохо. Так, сейчас я... Ух ты, ещё один. Отлично. Вот так вот, зомби, на кусочки. Так, всё в порядке. Пока что всё в порядке. Так. Так. Тишина. Полная тишина. Так. Здесь никого нет. Слышу. Ещё одного слышу. Судя по всему, он сверху находится. Так. Где же ты? О, нет, не сверху. Значит, где-то на улице бродит. Так, ладно, пока что их здесь нет. Я, наверное, машину осмотрю. Так, вот он. Зомбак. Отлично. Отработал его. Так. Пёсик, вылезай. Давай же, ну. Не бойся меня. Чёрт, нет. В машине тоже его нет. Странно. Так. На. Получай, зомби. Просто почувствовал то, что он прямо здесь находится. Так. А машина-то, в принципе, даже и неплоха. Так, а что у неё по бензину? Нет, это даже трогаться не хочет и заводиться не хочет по сравнению с той, которая на улице. Ладно. Видимо, мои догадки были неверными. Всё-таки здесь давно никого не было. Ух ты, а тут ещё какая-то комната интересная. Так. Сейчас нужно осмотреться, а то... Мало ли что. Ну, вроде, пока что на горизонте я никого не вижу. Угу. Значит, пока что всё чисто. Так. Что у нас здесь? Стул, телефон... Опа, записочка какая-то. Что у нас здесь написано? Привет от актёра. Что? Это, наверное, рабочие оставили это или что? Так. Что? Приём, приём. Да-да, я на связи, я на связи. Шэдди, Шэдди, быстрее возвращайся. Понял меня? Быстрее возвращайся назад. Это всё подстава. Этот парень... Мой давний знакомый. В общем, пришлось его только что пристрелить. Сейчас на нашу базу готовится облава. Так что, Шэдди, быстрее возвращайся. Он специально всё это придумал, чтобы у нас не было силы на базе. Пожалуйста, выдвигайся. Я понял, Аякс. Слушай, а тут ещё какая-то была... Я выдвигаюсь. Тут ещё записка какая-то была про какого-то актёра. Это случайно не Еврок дело? Не знаю, не знаю, чё это... Ах, да, слушай. У него действительно была кличка Актёр. Ладно, Шэдди. Слушай, никакой собаки не существует. Быстрее возвращайся, понял? Нашу базу вот-вот могут захватить. Ладно, ладно, Аякс. Я понял, я уже... Я уже вышел. Я скоро... Я скоро буду. Конец связи. Опа, вот это дела. Чуечка-то меня не подвела всё-таки. Мне как-то изначально действительно казалось, что всё это какая-то подстава. Так, ладно. Главное, чтобы машина только сейчас завелась. Я на неё надеюсь. Так. Ах, я её даже не заглушил. Вот я дурья башка-то. Ладно, ребята, держитесь, господи. А если они... А если эти рейдеры Вулфи покарают? И я не знаю, Тимофей через... Так, всё, я выезжаю, короче. Нужно срочно ехать. Так, я где-то здесь ведь объезжал? Да. Точно ехал как-то отсюда. Всё, ребята, только держитесь. Пожалуйста, я уже выезжаю к вам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok